МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Реальная помощь правительству Чувашии предложила увеличить выплаты отдельным категориям граждан. Дружно, не грузно. Ремонт соцобъектов в Новочебоксарске финансируется из бюджетов и за счет средств жителей. Олимпиаде 50. Поздравление принимает известная спортсменка Олимпиада Иванова. Установление величины прожиточного минимума пенсионерам, порядок предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых действий. Эти и другие вопросы обсудили на заседании Кабинета министров. По сравнению с 2020 годом, на 2021 год на 0,9% увеличится прожиточный минимум пенсионера. Составит он 8 024 рубля. Такая величина прожиточного минимума пенсионера необходима для установления социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Социальная доплата предоставляется тем пенсионерам, чья пенсия с учетом иных мер поддержки не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. По поручению в Рио главы Чувашии Олега Николаева разработаны изменения в государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, начнут получать пособия на 1300 рублей ежемесячно больше. Предлагается дополнить размерами пособия для семей, имеющих 5 и более детей в возрасте до 18 лет, установив размеры пособия с учетом увеличения базового размера пособия для многодетных семей, имеющих 4 ребенка, в 2 раза. В среднем рост размера ежемесячного пособия на ребенка в таких семьях составит по сравнению с семьями с 4 детьми 22%. После вступления в силу, если закон будет одобрен, семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей в среднем, станут получать пособия на 15 360 рублей в год больше, чем в существующих нынешних условиях. Важная информация для инвалидов боевых действий. Для них предусматривается дополнительная выплата, которая будет осуществляться на основании сведений, содержащихся в Федеральном реестре инвалидов. Выплата в зависимости от группы инвалидности составляет от 700 до 1300 рублей ежемесячно. В республиканском бюджете Чувашской республики на эти цели в 2020 году предусмотрено более 1 миллиона рублей. Ульяна Питакова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня орден за заслуги перед Чувашской республикой вручен ветерану агропромышленного комплекса региона Валентину Агафонову. Валентин Алексеевич Агафонов – яркая личность в истории Чувашии. Он окончил сельскохозяйственный институт, работал в различных организациях Вурнарского района. Был первым заместителем министра, а затем и министром сельского хозяйства Чувашской АССР. Первым заместителем председателя Совета министров республики. Во время встречи Олег Николаев и Валентин Агафонов обсудили вопросы модернизации современного сельского хозяйства и комплексную программу социально-экономического развития Чувашской республики. В республике продолжается уборка зерновых и картофеля. В этом году аграриям предстоит убрать урожай с площади свыше 300 тысяч гектаров. Наша съемочная группа выехала в Батыревский район и узнала, как продвигаются сезонные пылевые работы. Средняя урожайность среди зерновых культур и картофеля Батыревского района в этом году выше, чем в прошлом. Мы должны убрать зерновых и зерновых культур на площади 17843 гектара. Картофель около 800 гектаров. Лук, брендовая культура, как мы сказали, более 400 гектаров. По зерновым и зерновым культурам где-то на площади 10 тысяч гектаров уже убрали. Средняя урожайность сегодня 34. По сравнению с прошлым годом намного лучше. Покупка семенного материала элитных сортов субсидируется государством. И фермеры охотно его приобретают. Дело это выгодное. Например, закупив в свое время элитный сорт колумба, Наиль Шерша до сих пор ему верен. В данный момент убираем сорт колумба. С гектара получаем 200 центнеров семенной и продовольственный картофель. Сажаем сорт колумба. Общая площадь у нас набирается где-то около 40 гектаров. При благоприятных погодных условиях уборочные работы планируют завершить в течение двух недель. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика. От ковидного режима работы к плановому. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования посетили в Рео главы Чуваши Олег Николаев и министр здравоохранения Республики Владимир Степанов. Медицинские учреждения Республики перепрофилированы для лечения ковидных больных возвращаются к прежнему режиму работы. Когда этот центр перевели для борьбы с коронавирусом, сюда попадали самые тяжелые больные. Потому что оснащенность, квалификация кадров позволяла сопровождать их и оказывать своевременную необходимую помощь. И в связи с этим, конечно же, меня интересовало несколько моментов. Во-первых, самочувствие людей, как они перенесли эти сложные времена, потому что в то время все было здесь закрыто. И второе, как прошел процесс обратного перехода на плановый режим работы. И видно сегодня практически в части оказания высокотехнологичной помощи учреждение работает практически на полную мощность. В Федеральном центре травматологии не только полностью восстановили операционный процесс и прием больных, но и продолжили строительство нового реабилитационного корпуса. Прямо в центре травматологии состоялась и видеоконференция с медицинскими организациями, перепрофилированными в период пандемии в стационары инфекционного профиля. В Риогово-Чуваши выразила глубокую благодарность врачам за профессиональную работу, которая позволила стабилизировать ситуацию по ковиду в республике. У нас остается еще из городских клиник, которые оказывают специализированную медицинскую помощь. Это Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, городской клинический центр остается и основной корпус больницы скорой медицинской помощи, который также в случае благополучия санитарно-пеналинской обстановки будет выведен и введен в плановый режим работы. Инесса Потапова, Игорь Ульянов, Республика. Совместный прием представителей бизнес-сообщества провели первый заместитель прокурора Чуваши Александр Евграфов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Александр Рыбаков. В прокуратуре республики такие приемы – обычная практика. Правоохранители стараются, чтобы связь с предпринимателями не прерывалась. Особенно важно контролировать ситуацию и оперативно реагировать на сигналы в период пандемии, которая не только обострила имеющиеся проблемы, но и породила новые. В прокуратуре республики на еженедельной основе проводится прием предпринимателей руководством прокуратуры Чувашской республики. Надеемся на активное участие всех субъектов предпринимательства, у которых есть какие-то вопросы, есть предложения, тем более есть сигналы о нарушении их прав и нарушении закона, которые в отношении их допущены. Всех ждем на эти приемы. Как правило, в правоохранительные органы бизнесмены обращаются, когда считают, что их работа может пострадать из-за действий или требований властей и контролирующих органов. На совместном приеме, который провели заместители прокурора и уполномоченные по защите прав предпринимателей, прозвучали и просьбы разъяснить ту или иную ситуацию. Если по мнению руководителя будет нанесен ущерб компании в денежном эквиваленте, то, естественно, все это будет учитываться из моей заработной платы. После того, как я поставлю подпись в этой декларации, следовательно, я буду нести ответственность абсолютно за все деяния наших арендентов. Хотя мы по АКВЭД не являемся торговым объектом, мы являемся коммерческой движенностью, которая сдается на аренду. И, собственно, на каком основе мы будем нести ее такого рода ответственности, мне непонятно. Я вижу, скажем так, определенные сигналы или, скажем, озабоченность, поэтому я и попросила их подойти на прием. То, что принята эта декларация, неплохо, но если есть какие-то вот эти аспекты, как вы сказали, да, может быть, шероховатости, их можно было бы каждый пункт вот обсудить. Одним из наиболее популярных вопросов у предпринимателей остается порядок предоставления льгот, субсидий и грантов. Александр Рыбаков все обращения взял на контроль. Каждая будет изучена и проанализирована. По каждому уже даны поручения. Практика проведения подобных приемов будет продолжена. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Животрепещущий назвал проблему обманутых дольщиков на брифинге министр строительства Александр Героев. Узнать ситуацию и задать свой вопрос мог каждый желающий. Была организована трансляция ВКонтакте. Сейчас в Республике 14 объектов, которые считаются проблемными. Около тысячи человек и не могут дождаться жилья. Количество пострадавших жителей может увеличиться вдвое, если строительная компания «Лидер» так и не сможет достроить четыре позиции в микрорайоне Кувшинка. Александр Героев уверяет, что для Минстроя главное не банкротить компанию, а проконтролировать, чтобы все обязательства соблюдались. По заверениям застройщика в ближайшие недели мы, возможно, увидим нового инвестора, который зайдет в компанию и будет дозавершать данные объекты. Но, опять же, чтобы мы четко все понимали, если этого вдруг не произойдет в ближайшие 2-3 недели, то мы также будем вынуждены инициировать через фонд банковых дольщиков федеральный банкротство данного застройщика для защиты интересов долевиков. Еще один объект, завершение которого с нетерпением ждут дольщики – жилищный комплекс «Лазурный» в Новочебоксарске. В начале августа там побывал в Рио главы Чуваши Олег Николаев. После оценки и консультации с Федеральным фондом защиты дольщиков выяснилось, что на достройку необходимо около 200 миллионов рублей, а стоимость оставшихся квартир – 120 миллионов. Поэтому будут инициировать банкротство застройщика и уже потом, после продажи всех активов, достраивать объект. Квартиры они получат позже, чем они это планировали сделать. Это первое, это плохая новость. А хорошее то, что они гарантированно эти квартиры получат. Ноябрь 23-го, опять же, согласно нашего укрупненного графика, жильцы получат квартиры. Уже получение квартиры мы не берем ввод объекта, мы принципиально еще раз обращаем внимание, что жильцы получат ключи от своих квартир. В ближайшее время должны быть сданы по крайней мере три дома – объекты «Речной фасад», позиция 42 на Асламаса и дом компании «Снег». Все они в высокой степени готовности остается согласовать вопросы с госстройэкспертизой. Затронули на брифинге и вопрос с завершением строительства объекта «Ривьера», обанкротившейся фирмы «Старко». В течение шести месяцев будут рассматривать заявления от дольщиков, оценивать ситуацию и затем примут решение. Также сейчас изучают недострой в соленом компании «Алза». Здесь долевики смогут либо получить компенсацию в январе будущего года, либо квартиру, но уже в марте 2023-го. Многие остановились, застройщики шли-шли, у них даже есть квартиры, но они остановились в свете того, что они не сумели дальше финансировать свои объекты. В большей части это, конечно, просчеты именно бизнеса. То есть бизнес неадекватно оценил риски, неадекватно оценил, так скажем, свои возможности. Это вот основная проблема, которая привела к резкому скачку проблемных объектов. Среди причин, из-за которых появились проблемные объекты и изменения методики. Раньше недостроим считался дом, сдачу которого задержали на 9 месяцев. Сейчас только 6. Кроме того, не все строительные компании смогли работать с применением проектного финансирования и скроу-счетов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Инициативное бюджетирование как форма взаимодействия органов власти и жителей для решения проблем в Чувашии уже прижилось. Как правило, речь идет о благоустройстве. Органы местного самоуправления совместно с общественностью определяют проекты детской площадки, уличного освещения, ремонта дорог и финансово участвуют в их реализации. В Новочебоксарске эту схему распространили на социальные объекты. Как работает инициативное бюджетирование в школах, узнала наша съемочная группа. В школе номер 17 уже несколько лет поэтапно ремонтировали бассейн. Сначала восстановили вентиляцию, потом окна, систему отопления. Но к этому времени уже пришли в негодность стены. С них буквально посыпалась плитка. Сделать все работы одновременно не получалось из-за нехватки средств. Тогда решили попробовать с помощью инициативного бюджетирования, объединив средства из регионального и местного бюджетов и фонда школы. Средства потратили 303 тысячи, внебюджетное это наше средство 151 тысяча и местный бюджет 556 тысяч. Изначально был проект 1 миллион 356, но за счет того, что цены опускались, вот у нас вышла такая сумма. И за счет сэкономленных мы еще и заменили полностью все двери. Сейчас помещение школьного бассейна застелили нескользящей плиткой и поставили лестницу с таким же покрытием. Все это благодаря инициативному бюджетированию. А в школе номер 19 один из спортзалов был со строительным дефектом, который не удавалось устранить много лет. Под ногами у играющих детей доски тоже играли. Руководство школы и родители опасались, что это в конечном итоге приведет к травмам. Поэтому решили объединить финансовые усилия и перестелить полы. Но самые масштабные и заметные, даже по стороннему глазу, изменения к лучшему во дворе школы номер 12. Здесь только в этом году отремонтировали беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки. Ведь школьный двор принадлежит не только учащимся школы, но и всем, кто живет рядом. На территории нашего микрорайона находятся три подразделения сорокового садика. Соответственно, когда родители забирают своих детей из садика, они играют на нашей территории. И кроме этого, нашу спортивную площадку очень любят пожилые люди нашего микрорайона, которые утром и вечером занимаются скандинавской ходьбой на территории нашей площадки, делают пробежки, просто гуляют. Я в этом районе практически всю жизнь прожил. Могу сказать, что ее помню с детства, эту площадку. Но на данный момент она, конечно, преобразилась. Видно, что покрытие асфальтное появилось, то есть разметка необходимая для обучения детей. Я думаю, все это очень хорошо и положительно скажется на учебном процессе будущем. Двор преобразился. Вот так. Нам нравится здесь. Всего за этот год в Новочебоксарске запланированы пять проектов, которые реализуются по схеме инициативного бюджетирования. Ульяна Питакова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов, Республика. Голосование на выборах главы Чувашии будет идти три дня. 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование. 13-е остается основной датой. Такое решение принято для безопасности жителей Чувашии из-за пандемии. Как идет подготовка к важному дню и как будет обеспечиваться правопорядок на избирательных участках, обсудили сегодня на координационном совещании в Доме правительства. В целом голосование пройдет в традиционном формате. Сделать свой выбор можно будет на избирательных участках в помещении для голосования, а также на дому по заявлению, как это бывает на обычных выборах. Кроме этого будут действовать более 400 выездных избирательных комиссий для отдаленных населенных пунктов. Для обеспечения правопорядка всего процесса будет задействовано около 2,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Что касается обучения участковых избирательных комиссий по вопросам антиферрора и расчищения безопасности, мы на следующей неделе проводим в понедельник ВКС территориальной комиссии, а потом в течение недели будут также дистанционно обучать участковые комиссии для того, чтобы даже в случае возникновения таких неприятных ситуаций участковые комиссии не растерялись и знали, как действовать для того, чтобы в свое время принять меры, сообщить, передать информацию и самое главное не допустить того, чтобы как-то пострадали рядовые избиратели. По-прежнему жесткие требования предъявляются к санитарной безопасности на всех избирательных участках. Голосующим будут измерять температуру бесконтактными термометрами, выдавать маски и перчатки. Роспотребнадзор рекомендует приостановить учебный процесс на время голосования, так как большинство избирательных участков находятся в образовательных учреждениях. Еще несколько дней ведомство предлагает выделить на дезинфекцию помещений после завершения выборов. Чувашскую митрополию возглавит митрополит Улан-Уденский и Бурятский Саватий. Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви 25 августа. В Саватии в миру Сергей Антонов родом из Чебоксар. Окончил среднюю школу номер 3, служил ВДВ. В августе 1989 года принял монашеский постриг. Через 4 года возглавил Свято-Троицкий мужской монастырь, а в 2005-м стал Аллатрским викарием. В 2009-м уехал на Байкал, где стал митрополитом Улан-Уденским, а затем главой созданной Бурятской митрополии. Новому митрополиту 1 сентября исполнится 52 года. Мемориальный комплекс летчика-космонавта Андрияна Николаева объявляет литературный флешмоб. 5 сентября 2020 года Чуваша отмечает 91-летие со дня рождения дважды Герой Советского Союза летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева. В честь этой даты мемориальный комплекс 1 по 5 сентября проведет виртуальный литературный флешмоб под названием «Читаем о космонавте Андрияне Николаеве». Чтобы принять участие в акции, всем желающим необходимо записать видео длительностью не более трех минут. На нем участники флешмоба должны прочитать любое произведение, посвященное известному соотечественнику, и опубликовать его со специальными хэштегами «Читаем о Николаеве», «Читаем о космонавте Николаеве» в социальных сетях. Для тех, кому интересно взглянуть на экспонаты музея, на официальном сайте мемориального комплекса организована виртуальная выставка. Сегодня юбилей отмечает заслуженный мастер спорта России, серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года и двухкратная чемпионка мира по спортивной ходьбе Олимпиады Иванова. Спортсменка, прославившая Чувашию на чемпионатах мира и Олимпийских играх, родилась 26 августа 1970 года в деревне Мюнсюты Цивильского района. Маленькую липу маму привела в спортивную школу, увидев однажды объявление в газете. Белокурая девчонка занималась ходьбой с усердием и старанием. Первую золотую медаль в серьезных соревнованиях наша землячка выиграла в 2001 году на чемпионате мира в Эдмонтоне на дистанции 20 километров. Победы, первые места, золотые и серебряные медали – все это характеризует спортивную карьеру Олимпиады Ивановой. Сейчас именинница работает старшим тренером сборной республики по спортивной ходьбе. Национальное телевидение «Чувашия» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Олимпиаде Владимировне счастья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов ей и ее подопечным. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова